Количество, это с каждым днем все больше. Почему? А этот рынок востребован. Он еще не занят, он востребован. И на самом деле мы те, одни из самых передовых, самых первых. Если взять с точки зрения воды, мы вообще практически единственные. Мы знаем о воде все. Вот иметь такой инструмент, это просто необыкновенный, необыкновенный подарок жизни. И самое, что еще важно, не обязательно быть медиком, врачом. На самом деле лучше, если вы не медик и не врач. Им намного тяжелее. Вот это тоже одна из таких ошибок, потому что большинство считает, вот врачам в этом бизнесе классно. Вот поверьте, врачам в этом бизнесе еще тяжелее. Если вам просто нужно перестроиться, то им нужно два раза перестроиться. Я хочу сейчас пригласить на эту сцену очень серьезного специалиста в области питания, в области продуктов Харалова Клуба. А как оценить специалисты или не специалисты? Вот, знаете, есть с точки зрения логики. Как определить, что специалисты? Специалисту у него должно быть что? Диплом, да? Награды, медали. Очки. Очки. Да? 20 килограммов лишнего представительского веса. Вот. И тогда, да? А если с точки зрения здравого смысла рассмотреть, кто такой специалист? Тот, который смог свою жизнь изменить. Свою жизнь изменить по-настоящему. Вот еще есть выражение очень о хорошей о целях. Да? Цели, на самом деле, цели как не совсем верны, если они напрямую вас не касаются. Если цели вас напрямую не касаются, то это не ваши цели. Вот у нас здесь настолько в Хараловом Клубе все сочетается. Почему? Потому что все то, что необходимо, нужно нам. Я знаю, в зале есть масса людей, которые не хотели есть социальную еду. Да? Потому что есть совершенно другие вещи и совершенно другое понятие. Это не значит, что всем нужно отказаться от этого всего. Нет, к этому нужно дойти. И дойти вот здесь. И тогда, когда приходит понимание, вся жизнь начинает меняться. Я хочу вам представить очень серьезного специалиста в области здоровья. Специалист, который в первую очередь изменил свою жизнь, жизнь своих близких. Человек, который очень серьезно умеет работать и строить большие товарообороты для своих людей. Это бриллиантовый директор. Встречайте. Ирина Савенко. Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле огромное счастье делиться тем, что стало стилем моей жизни. Почему стилем жизни и почему счастье? Потому что, на самом деле, счастливая женщина, это женщина, у которой есть все для этого. Да? И молодость, и красота, и здоровье. Но самое главное, когда здоровы дети. Это когда здоровый муж. Это когда здоровы родители. Которые, ну, не звонят и не говорят, что нужно им скорую вызвать. Это большое счастье. И 87 лет назад для меня здоровье, это было вовремя сходить в врачу, когда что-то болеть начинает. Когда что-то случается с детьми, вовремя вызвать врача и полечиться. И скажу, что 23 года назад, когда я родила своего первого ребенка, я считала, что только традиционная медицина может помогать человеку оставаться долгое время здоровым. И поэтому я немножко расскажу свою историю, как я попала в коралловый клуб. И покажу, как работает наш инструмент именно по сохранению, поддержанию нашего здоровья. И когда я пошла по пути, который нам предлагает сегодня традиционная медицина, я начинала с простых заболеваний. Ну, у всех маленькие детки были, да. Все знают, что сначала начинается температура, небольшой ОРЗ, потом проходит какое-то время у ребенка ангина, потом бронхиз, потом пневмония. И так с первым ребенком в 9 лет я дозанималась, в кавычках, здоровьем, что у нас уже в 9 лет был остеомиелит, воспаление костного мозга. И скажу, что вопрос все время в голове был, что я делаю не так. Ведь я же люблю своего сына, я же все делаю, чтобы он был здоровый. Я выполняю все предписания, которые мне говорят. Я покупаю все лекарства, которые мне рекомендуют. Но самое неприятное то, что диагнозы становились все страшнее, состояние ребенка становилось все сложнее. И вот когда уже мы прошли это острое состояние стемилита и нас выписывали домой, врач сказал, малейшее ОРЗ, у вас это переходит в хроническую форму и может закончиться ампутацией ноги. И когда в 9 лет ребенок смотрит в глаза, да, вот кто смотрел в глаза своим детям, когда они смотрят и говорят, мама, а я буду нормально ходить? Мама, а у меня это пройдет? Скажите, разве может мама обмануть и сказать, что никогда он не будет нормально ходить? И я как любящая мама, я, конечно же, сказала, что ты будешь ходить, ты будешь бегать, ты будешь заниматься спортом. Хотя на тот момент я не понимала, как это делать и что нужно делать. И вот был очень долгий период, это где-то было 3-4 года, когда я искала. Мне предлагали очень много разных натуральных, ненатуральных, предлагали обследование и дорогое, и более бюджетное. Но я все время задавала один вопрос, конечный результат, мой ребенок будет ходить? Потому что был вопрос, да, и мне нужно было найти на него ответ. И возможно за то, что я, в общем-то, не сдалась, и упорство мое было настолько сильным, и желание, что в моей жизни пришел коралловый клуб. И скажу, что пришел он даже уже тогда, когда у меня был третий ребенок. Да, вот я мама троих детей, моему старшему сыну будет 24 в этом году, среднему 17, а меньшему ребенку 7. И вот когда у меня был третий ребенок уже на руках, и первый раз появились признаки просуды, я уже понимала, что я не хочу его абсолютно лечить. И вот в этот момент постучался в мою дверь коралловый клуб. Для меня было огромным волшебством, когда ребенка в течение суток попоил просто воду, и вот вдруг выздоровел. Знаете, вот когда ребенок переболел температурой или еще чем-то, всегда начинаются что? Последствия. Какие последствия у детей после температуры? Кашель, насморк, да? И еще какое-то время мы, ну недельки-две, занимаемся тем, что эти симптомы убираем. И представьте себе волшебство, не эти биотики, не какие-то там иммунные препараты, а просто попоил ребенка водой. И вдруг ребенок выздоравливает, и не начинаются эти побочные явления. И это дало мне толчок тому, чтобы разбираться, что же это за вода и что такое это волшебство. Потому что я понимала, что волшебных таблеток не бывает. Выпил и стал молодым. Выпил и стал здоровым. Ну, чудес не бывает, да? И вот когда я стала знакомиться, я удивилась тому, что меня впечатлило, что меня привлекло. Потому что на тот момент, вы понимаете, да, когда ты ищешь разные пути восстановления своего ребенка, много разных продуктов, разных компаний было предложено. Но я понимала одно логика, да? Вот я по образованию не врач, я юрист. А тот, кто... Юридическое образование есть у кого-то в зале? Вот, замечательно. Да, вы понимаете, что любому юристу, который особенно работает с документами, с какими-то всякими спорными моментами, нужно что? Доказательство. То есть какие-то факты, какие-то документальные подтверждения, что если я отхожу от точки А, то я действительно дойду в точку Б. Да, и как вот сегодня говорили. И для меня всегда было вот это вот главное. И когда предлагали просто попить какую-то витаминку, я задавала вопрос, а дальше это даст возможность иметь результат? Ну, витамины же нужны, да, нужны. И когда я разобралась с тем, что, оказывается, заниматься здоровьем, это на самом деле не лечиться, а это просто заниматься гигиеной. Вот поднимите руку, кто каждый день умывается, чистит зубы, принимает душ? Замечательно. А зачем вы это делаете? Ведь представьте себе, для того, чтобы соблюдать гигиену, это нужно каждый месяц, да, а несколько раз на месяц покупать зубную пасту, щетку, мыло, гель для душа, шампунь. Это же все деньги. Вы же представляете, как нас подсадили всех на гигиену снаружи. Мы каждый день ее делаем и при этом покупаем огромное количество. Вы посмотрите только сколько средств, чтобы помыть голову, да? И шампунь нужный ополаскивать или еще и упаску, чтобы сделать. А сколько средств только для одного тела придумали? А лицо, чтобы умыть, да? Мы согласны. Вопрос у кого-то возникает, что это нужно делать только раз в месяц. Нет, раз в полгода. Нет, раз в год, да? Да, очистка, раз в год. Да, и получается, что наше тело, наше тело, да, оно нуждается в гигиене каждый день. А скажите, тело, оно как-то у нас живет отдельной жизнью, внутренняя часть от наружной, или живет вместе? Вместе, да? А если вместе живет, как можно заниматься гигиеной снаружи и не заниматься гигиеной изнутри? Или мы думаем так, если снаружи видно, ну, чтобы от людей стыдно не было, надо ухаживать, а внутри никто не видит. Ну, подумаешь, нам же не слышен тот запах, которым мы дышим на людей. Ну, немножко там грязи собралось, ну, немножко мусорные пакеты начали там разлагаться. Ну, это же не видно, да? Вот, понимаете, когда вот это до меня дошло, что гигиена, это так просто, это просто одновременно ухаживать и снаружи, и снутри. И тогда пошла параллель. Для того, чтобы соблюдать гигиену снаружи, что нужно прежде всего? Вода. Можно ли почистить зубы или помыть голову одним шампунем без воды? Нельзя. Гигиена изнутри – это первая вода. Мы на 70% состоим из воды. И почему нужна вода? Потому что именно вода, она является тем транспортным средством, которое может одновременно сделать душ для каждой клетки, и одновременно транспортным средством, чтобы в каждую клетку внести все необходимое. Согласны? А если мы этой воды будем давать 50 грамм в день? Ну, представьте, помыться 50 грамм в день. Ну, или там я воду не пью. Налили все в ведерко, да? Чай, компот, сок, квас, кефир, молоко. И этим с утра так раз, и душ приняли. Ощущение бодрости появится? Не появится. Вот точно так же и изнутри, если мы соблюдаем гигиену, то мы должны ее гармонично. Если снаружи мы умываемся водой, значит изнутри нам нужна вода. И первый шаг навстречу нашему здоровью – это вода, которая должна 30 мл на килограмм веса. Это то количество воды, которое способно на сегодняшний день сделать душ для наших клеток. Но возникает другой вопрос. Вот знаете, когда я стала этим стилем жизни делиться, мне стали задавать такие, ну, говорит, вот представьте, наши бабушки этим не занимались, и наши дедушки тоже. И жили они 90-80 лет. Да? Ну, слышим такое? Часто люди говорят. Зачем нам это делать? Ведь они же как-то выжили, и смотрите, сколько прожили. Оказывается, если мы проанализируем, чем мылись и умывались наши бабушки и дедушки. Я, в общем-то, помню свое детство. Два вида мыла. Детское и хозяйственное. Так было? А стирали чем? Ландыш. Ну, там и еще какой был порошок, кто подскажет, я уже забыла. И лотос. Да? А теперь смотрите. А зубная паста? Был зубной порошок. Да? То есть это было самое такое. И получается, что токсическое, химическое, а в магазинах, я помню свое детство, колбасу и мясо привозили только с 5 до 7, и то нужно было занять пораньше очередь, чтобы в первых 10 человеках купить. А так в основном все ели что? Рабочекрестьянскую еду. Откуда было здоровье? А сегодня, посмотрите, что в супермаркетах. На этикетках не всегда даже хватает хорошего зрения разглядеть, что туда похвалит. Да? И получается, что токсическая, химическая, пищевая нагрузка 30-40 лет назад и сегодня отличается? Так вот сразу первая подсказка, почему 30-40 лет назад этого не нужно было делать. Потому что организм с тем минимальным количеством токсинов, пищевых продуктов, которые организм не способен переварить, он еще как-то справлялся. И вода, согласитесь, тогда была гораздо чище. То сегодня уже токсическая пищевая нагрузка и химическая через кожу, мы даже больше сегодня впитываем всевозможных токсинов, чем через желудок. Потому что дом убираем чем? Зайдите в дом самого среднего человека, целый шкафчик химический для стекла, для пола, для ванны, для туалета, для унитаза, для кухни, для жира, для кастрюли, для духовки. А порошки стиральные, а отдушки. И вот представьте, это все мы вдыхаем, это все мы на себя одеваем через средства. И этим всем мы напитываемся. Плюс то, что мы съедаем и плюс то, чем запиваем. И в результате сегодня уже не в 30-40 лет, я даже помню, когда ребенку моему старшему было 9 лет, это получается столько, 14 лет назад, получилось, что мы лежали, когда в хирургии, был ребенок с онкологией печени. Его не знали, куда положить, в какое отделение. Отделений для таких детей еще тогда не было. Не знали, то ли в хирургии, она полежала 2 недельки в хирургии, потом перевели в другое отделение, в гастроэнтерологию. Сегодня целые комплексы детской онкологии. Знаете почему? Потому что вода, которую мы пьем, она сегодня абсолютно небезопасна. И если мы не будем заботиться о том, что сделать с ней, чтобы она не вредила нам, то наши ряды вот этих центров, они будут пополняться. Поэтому первое, ежедневно пить воду. Поднимите все, у кого есть вода. Ну покажите, у всех есть бутылочки с водой? Не, не руки поднимайте. Вот, замечательно. Видите, как хорошо. Не сбросай вам в обед, вы дали воду. Да, то есть, чтобы мы помнили, что организм нуждается постоянно в душе. Да, или представьте себе аквариум с рыбками, в котором никогда не менялась вода. 30 лет. Рыбкам в гору все кидают и кидают, да, все кормят и кормят. А рыбки, они что, продукты жизнедеятельности выделяют? Выделяют. Это все собирается? Собирается. И можно ли сохранить жизнь рыбкам, если им только одни витаминчики подбрасывать? Или червячков каких-то волшебных кидать? Вот организм человека без воды, он сегодня выжить не может. Да, второе, что главное сегодня, это защита. Защита своего организма как снаружи, так и изнутри. Мы все одеваемся, да, зимой никто раздетый, в шортах не ходит. Есть, конечно, отдельные люди, которые любят демонстрировать, что им жарко, но основная масса людей старается защититься, как-то одеться по погоде. Вот наш организм, он нуждается тоже в защите. И если эту защиту не соблюдать, то что происходит? Ведь организм, да, он очень мудро устроен Богом, природой. Все возобновляется, все обновляется. Но если для этого не создавать условия, если для этого не создавать среду, я вам скажу, что это просто невозможно. Вот, да, мы живем сейчас в непростое время, время военных действий, да. И вот если рассмотреть наш организм как государство, если государство не защищать, любой чужеродный агент, да, он что может? Проникнуть и навредить внутри государства. Вот наш организм, он нуждается в такой защите. И если раньше мы говорили, вот я много ем лука, чеснока, витамина С, это же защита, защита. То сегодня атака вот этих всех токсических веществ настолько сильная, что, ну, я не знаю, но ведро лука и чеснока точно съесть никто не сможет за один раз. А если съешь меньше, то организм не защитил. Поэтому очень важно понимать, чем сегодня защищать себя и как создать ту среду, в которой организм не будет ржаветь, не будет окисляться. Чуть позже вы увидите, насколько это простая система и насколько этим всем просто пользоваться. Следующее, это очищение нашего организма. Это то, что в системе, во внутренней гигиене, да, вот, когда мне говорят, вот можно же просто пить воду. Ну, это же хорошо, если я уже все, я понял, я пью правильную воду, я согласен ее пить всю жизнь, а не три дня или три месяца, пока полечусь. Да, но, согласитесь, если мыть голову только одной водой, зубы чистить только одной водой, через пару месяцев будет ощущение легкости, энергии? Не будет. Вот организм так устроил на нас природа, что для меня это было, кстати, в Коралловом клубе, я только об этом узнала, что наш кишечник – это одновременно водопровод и канализация. Знаете, я когда только представлю себе пить из канализации, уже какой-то, да, ну, дискомфорт, особенно, когда ты понимаешь, что оттуда пьет и кожа твоя, и все твои органы. Ты думаешь, ну, как так может быть? И каждый дома имеет, ну, удобство, да, куда мы ходим утром, вечером, в течение дня. И мы большим количеством воды каждый поход, в общем-то, омываем. Но, тем не менее, мы все периодически что делаем? Чистим. Откуда появляется налет, если мы смываем большим количеством, ну, ведром воды каждый раз, да? То есть мы живем в таком мире, что вот даже при самых благоприятных всех раскладах, все равно остаются остатки чего-то, что начинает накапливаться. И если мы, знаете, даже в селах я спрашивала у людей, колодцы, из которых они пьют, они чистят каждую весну, если они хотят оттуда пить чистую водицу. И если наш организм, да, и наш колодец периодически не убирать, то представьте себе, что налипает через 10, 15, 20 лет, и когда, а мы же знаем, что вода универсальный растворитель, и вода начинает это все растворять и всасывать назад вовнутрь, то я вам скажу, ощущения не совсем приятные. И когда мы начинаем говорить, вот, конечно, тебе хорошо, ты пьешь воду, но кто мешает пить воду, да? Но я не только воду пью, я регулярно убираю организм, и даже дети уже приучены к тому, что нужно не только пить воду, а нужно еще дополнительно ухаживать за своим организмом. И если это делать хотя бы раз в полгода, я вам скажу, что действительно, когда у меня родился меньше ребенок, и мы со старшим ребенком гуляли с коляской, мужу добрые коллеги делали комплименты. Ой, вы видели вашу жену, она так хорошо после рода выглядит, но все время с молодым человеком гуляет, все время. Вот знаете, так хорошо выглядит. А муж говорит, да, говорит, я в курсе, это мой, говорит, старший сын. Вот это то, что дает очищение, это то, что когда организм и каждая клетка пьет чистую воду из чистого колодца, и тогда не поймешь, да, то ли мама, то ли подружка, да, и вот такие вот моменты, когда в школу приходишь, говорит, девочка, вам чего? Я говорю, а сына забрать, знаете, когда хвостиком, шортиком, можно спросить с уроков. Это тоже приятные моменты, говорю, как в кавычках побочный эффект от правильного ухода за организмом. А теперь четвертый шаг еда. Вот все говорят, сейчас вот Саша говорил, много эко-магазинов, ведь можно же качественно питаться на физическом уровне. Сейчас в центре открываются продукты экологически чистые, продукты там натуральные. Но если мы задумаемся, представьте, мы состоим из огромного органа, ну, наши системы органов, они не останавливаются ни на одну секунду. Вот если мы можем поспать, да, мы можем посидеть, полежать, мы можем побегать, попрыгать, то наши системы органов, они не спят, они не отдыхают, они работают 24 часа в сутки. Вот если у мужчин здесь много, вот машина, да, работает, если ее постоянно не поддерживать или там вот не давать клеточного питания, как они смогут работать качественно 24 часа в сутки? Ведь мы кушаем, чтобы из еды извлечь энергию. И где-то года 4 назад мне попала таблица Института питания, сколько сегодня содержится еды в еде. Я была в шоке, потому что оказывается, чтобы из яблока получить еду, мне нужно съесть его ведро. Для того, чтобы из морковки получить еду, мне нужно съесть ее полведра. И знаете, ну, это просто нереально, человек не может превратиться в животное, но я скажу, даже животное столько не едят. Поэтому концентраты и вытяжка, это сегодня условия для выживания нашего организма. Это топливо, которое нам необходимо для того, чтобы даже не мы просто двигались, а для того, чтобы работал весь наш организм. И я, знаете, вот когда мне люди говорят о том, что они стараются правильно питаться, я с ними соглашаюсь и говорю, что они большие молодцы. Но когда я задаю другой вопрос, поднимите руку тем, кто кушая просто физическую еду, через 15 минут, через физическую еду, получают колоссальное количество энергии, и им хочется творить, лететь, бежать, готовы что-то делать. Поднимите руки вот после физического приема пищи, вам не хочется полежать, посидеть. Вы знаете, мне же поставили после обеда говорить, поэтому у нас движение, да? И что-то руки никто не поднимает, то ли сильно наелись, то ли энергия куда-то вышла, да? Сразу хочется спать. Почему? Ведь мы же кушаем, чтобы из еды извлечь энергию. А где энергия? Куда делать, да? Так вот, чтобы из еды извлечь энергию, еда должна быть 100% натуральная, и она должна выстроена быть в цепочку по всем составляющим. Если какое-то составляющее в еде отсутствует, то мы минерализировали, ну, в общем, все уходит туда, да, к канализации. Поэтому очень важно это понимать и принимать. Это не потому, что подсадили на БАДы. Это условия для того, чтобы быть энергичными, молодыми. Но мы еще кушаем не только для того, чтобы извлечь энергию, а мы кушаем еще для того, чтобы получить строительный материал для рождения новых клеток. Для меня Коралловый клуб, он дал очень много открытий, потому что я по образованию не врач. Я никогда с медициной, я только сталкивалась в острых ситуациях. И для меня было, в общем-то, большой радостью, что представьте, если бы человек родился с одним набором клеток. Вот у вас родила мама с одним набором клеток, и вот если вы за ними плохо ухаживаете, они умерли и дальше не родились. Люди бы сегодня не доживали, ну, не знаю, до трех лет точно, многие бы тоже уже не доживали. Поэтому для нас большая радость, что клетки постоянно обновляются. Они постоянно рождают новые клетки. И у каждой системы, у каждых органов есть свой цикл обновления. Но если не дать строительный материал, можно ли дом построить из одной воды? Нельзя. Можно ли дом построить из одного песка? Нельзя. Можно ли дом построить из одного кирпича? Нельзя. Можно ли восстановить организм из чего-то одного? Нельзя. То есть это должна быть система, и это должен быть комплекс всех продуктов. Это как номер телефона. Если из номера телефона убрать пару цифер, вы никогда не дозвонитесь. Вот наша клетка, она настолько мудро устроена, она королева в нашем организме. И она выбирает то, что мы даём. Но пропускает она только выстроенную цепочку, которая должна состоять из комплекса ферментов, ферментов, аминокислот, витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот. Неважно. Часть может это взято быть из физической еды. Но то, чего вы из физической еды сегодня не добрали, это нужно добирать на клеточном уровне. Иначе просто ваши клетки родят неполный комплект воинов, которые будут защищать. Иначе ваш организм родит неполный комплект гормонов, которые запускают многие процессы. И вот эта система, она оказалась настолько простой и логичной, что я поняла, что если я пойду по этой системе, у моего ребёнка есть шанс. Я вам скажу, что за два с половиной года, два с половиной года, мы шли полностью вместе, всей семьёй, с моим сыном. И через два с половиной года он пошёл на фикбоксинг. Кто знает, что такое стильмелит? Да, вы понимаете? А что такое фикбоксинг? Знаете, да? Это когда ногой будешь покруче, ну я так понимаю. Да, и он занимался спортом, кикбоксингом, плаванием. На сегодняшний день он абсолютно здоровый молодой человек. И я скажу, что это волшебство, которое нам подарила компания, это мощнейший инструмент не только быть самой красивой, это гениальные средства гигиены, ухода за организмом, поддержания, но это ещё возможность подарить радость тем, кто, в общем-то, уже разочаровался в лечении, кто разочаровался в том... Ведь на самом деле здоровье все ищут. Знаете, оно как военная тайна. Придёшь в больницу, все говорят о здоровье. Но когда спросишь, где оно находится, никто не знает, да? Так вот, здоровье — это хорошее самочувствие, здоровье — это гигиена снаружи и изнутри. Но скажу ещё, что идя по этой системе, для меня было большим волшебством, когда, знаете, немножечко я ещё вернусь к тому, как я пришла в Коралловый клуб, я не попала под выплату за третьего ребёнка. То есть я родила его на неделю, то есть я его родила 27-го, девочку родила 27-го декабря, а закон про 50 тысяч вступил в силу с 1-го января. И мне получалось, что мне поплатили по 500 гривен 10 месяцев и потом 130 гривен декретных. Ну, можете себе представить, 130 гривен декретных, мама троих детей, один учится в институте, один в гимназии и маленький ребёнок. На тот момент памперсы уже стоили 100 гривен. У меня ребёнок в памперсы перестал ходить 4 месяца, потому что это было дорого. Я её научила уже писать на горшок. Но это было нереально. За одну зарплату мужа оплатить квартиру, прокормить семью и ещё какие-то блага иметь. До декретного отпуска я была частным предпринимателем. И у меня, знаете, была вот иллюзия. Чем больше я поработаю, тем больше я заработаю. Помимо частного предпринимательства я ещё параллельно работала в милиции. Так как я юридическое образование имела. И я за один световой день платила государству единый налог и подоходный налог. Я же юрист, я же понимаю, я же плачу себе дважды социальную выплату. Значит, когда я не смогу работать, мне больше, чем другим людям будут платить. И когда я собрала все справки и принесла, чтобы не получать 130 гривен, а хотя бы 260, мне сказали, не положено. Почему? Малоимущие я не попадаю, потому что доходы были хорошие. Мать-одиночка, муж есть. И многодетные тоже сильно я не попадаю, потому что старшему сыну уже 18. И вот получается, вроде как я и мама троих детей, вроде как и на двух работах работала. И государству платила два раза налоги. А получается 130 гривен декретных. Соседки девочки поражали, они нигде не работали. Они малоимущие, им 750. Я работающая. 130 гривен. И вот знаете, когда в этот период приходит осмысление того, знаете, в 35 лет думаешь, уже чего-то ты достиг, а оказывается, это иллюзия, в которой ты находишься. Пока ты двигаешься, работаешь, способен 24 часа в сутки чем-то заниматься, тебе это могут оплачивать, если ты хорошо, в общем-то, попадешь. А когда ты не работаешь, ты никому не нужен. И я поняла, что я больше так тоже не хочу. И у меня как раз совпало поиск здоровья и поиск возможностей. И Коралловый Глуб я не рассматривала, как возможность зарабатывать деньги, потому что сетевой бизнес для меня это была закрытая тема. Вот то, что сегодня говорили, спасибо большое, Илья, да, торбы, вот эти, идешь к подружке, которая занимается Арифлеймом в гости, ты знаешь, или она к тебе на день рождения приходит, ты знаешь, у тебя будет подарок Арифлейм. Приходит подружка у тебя с МВ, ты знаешь, что подарок будет с МВ. Приходишь с подружки с Мэри Клей, ты знаешь, что подарок 100% будет с Мэри Клей, другого ничего не будет. Я понимала, что я не хочу свой дом превращать в сладку, и Мэри Клей, и Ван Эмвей, и для меня это была очень закрытая тема. Поэтому, когда мне моя подруга рассказала, что здесь можно быть здоровой и еще и деньги зарабатывать, я говорю, деньги мне нужны, но я этим заниматься не буду. Но, знаете, когда ты получаешь шикарный результат, а, в общем-то, женщины, когда рождают после 35, у них такой же тоже круг таких мамочек, все мы такие умные, у нас дети взрослые. Все друг другу звонят, говорят, а что ты делаешь, а что ты осень, да, все болеют. И я говорю, да вы знаете, я ничего не делаю, волшебство какое-то, воду принесли, дала попить, вода волшебная. И так пошло, что вода, 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 мои подружки все тоже, я даже честно вам скажу, что я их давала просто номер телефона, где они могут купить эту воду волшебную. И когда все-таки я через полтора-два месяца пришла, чтобы сделать себе покупку, мне говорят, у вас 75 долларов, вы как, продукты будете забирать? А я так смотрю, какие 75 долларов, ну, представьте, в декрете 130 гривен и 75 долларов. Это для меня вообще был шок. И вот, когда это случилось в моей жизни, я вернулась и говорю, а теперь расскажи мне по бизнесу. И когда пришел мой наставник, говорит, я вам сейчас расскажу по здоровью. Я говорю, нет, здоровье мне не нужно, я уже здоровая, и дети у меня здоровые. Расскажите мне, как заработать деньги. Потому что, ну, когда ни за что тебе, ну, я так считала, что ни за что, я просто рассказала, чем я лечу простуду. И вот такой результат, то мне показали сразу на тот момент золотого с премией. Я вам скажу, что через месяц у меня был чек 220 долларов, через три месяца 350, и через полгода я была золотым директором с премией. Я открывала его уже с премией. Я даже другого видеть не могла. И когда закончился мой декретный отпуск, я пришла с большой гордостью на свое рабочее место написать заявление. Говорят, ты в такое время увольняешься, куда ты идешь? И я рассказала, куда я иду. Вы думаете, люди пошли многие за мной с работы? Никто не пошел. Но я вам скажу, что большое волшебство делает наша компания. Когда ты занимаешься здоровьем, когда ты это пропагандируешь как свой стиль жизни, и когда люди, начиная получать результат, тоже начинают это пропагандировать, через какое-то время нас начинают проходить перемены в семье. Мы купили дом, мы поменяли машину за заработанные деньги. Я начала ездить за границу, когда мы раньше всей семьей собирали на меня и на ребенка деньги на поездку на море в Крым. То сейчас вот те люди, которые тогда не обратили на это внимание, отнеслись с насмешкой, они сейчас возвращаются, они задают вопрос, а ты все там же? И что, еще по-прежнему платят деньги? И сейчас они начинают это рассматривать. Поэтому я скажу, что компания «Коралловый клуб» – это действительно подарок для каждого человека, который открыт к информации, который ищет, который хочет в своей жизни что-то изменить, независимо от возраста. Я вам скажу, что не нужно иметь большого образования, чтобы рассказать о четырех шагах. Ведь каждый человек умеет считать до четырех. Ну согласитесь, это даже уже сегодня знают дети. И когда мы приезжаем к бабушке, приходит соседка и рассказывает, что у нее болит голова, уже ребенок в возрасте 5 лет говорит, бабушка, вам надо пить воду. То есть дети, они становятся пропагандистами. И когда мы в садик начали ходить 2,7 года и доходили до самой школы, воспитатели нам говорили, до неприличия прилично ходить каждый день в садик. А ребенок говорит, мне скучно. А у нас так получилось, что в группе мой ребенок и ребенок моей подружки, которая тоже в клубе, они вдвоем ходили по неделям в садик. Вся группа болеет, а двое детей ходит. Воспитатели, конечно, так бы они могли заниматься чем-то другим. То есть вот это и есть результат. Хотя, знаете, печально, что 30% людей только этот результат ищут. Остальные все равно, когда мамам в садике говоришь, а хотите, я расскажу, чтобы детские не болели, что нужно делать. Многие говорят, нет, больничный это так здорово, я хоть дома там постираю, поубираю. Разные бывают, но нас не должно это огорчать, потому что гораздо больше сегодня уже тех людей, которые могут по достоинству оценить эту возможность. И сейчас мы посмотрим маленький ролик, именно инструкция к нашему телу, как просто можно ухаживать за организмом, как просто можно пользоваться нашими центрами здорового харчевания, как написана сейчас вывеска. И настолько все доступно сегодня в разной форме и для разного социального уровня. Друзья, на самом деле, чтобы жить долго и счастливо, надо только ознакомиться с инструкцией к своему телу, концепцией здоровья. Ее, к сожалению, не дают нам при рождении, да и впоследствии тоже узнаем о ней частично. Большинство сами говорят, что они и так ведут здоровый образ жизни. Но я скажу, что жить по концепции здоровья очень просто. И если давать организму необходимо и избавлять от ненужного, то он отвечает нам стройной фигурой и хорошим настроением без причины. Итак, пункт первый – это психология. Надо включать мозги. 95% людей живут по схеме «долбануло в поликлинику, в аптеку». 95% – это большинство. Это нормальные, хорошие люди, но с психологией аптеки. Так, от приступа к приступу выходят из строя органы, системы, клетки, финал печален. И лишь 5% ищут другой путь, понимая, что аптечный путь – тупиковый. И вот 5%-ники, следуя концепции здоровья, вообще не допускают этих приступов и обострений и живут долго и качественно. Каждый человек – полусотни триллионов клеток. И все ткани, органы, системы – из них. Каждый божий день миллиарды умирают, миллиарды рождаются. Тут как в жизни. От больных родителей здоровые дети не рождаются. И от больной клетки не родится здоровая. Но хорошая новость здесь – это возобновление клеток. Если мы сумеем повлиять на процесс рождения клетки, чтобы она была здоровой, мы в принципе не будем болеть. Для этого делаем следующее. Чтобы в клетку попадала еда, нужна биодоступная вода. Значит, режим водного обмена. Клетке нужен определенный набор – 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты, то есть клеточное питание. Коль по дороге все это вкусное и полезное для клетки могут съесть наши братья меньше паразита, стало быть, нужно очищение. Чтобы все это было на качественном уровне, нужен продукт, который будет давать результат. Итак, программа Калавада 2+. Не нарушая привычного режима жизнедеятельности и сводя к минимуму дискомфортное ощущение очистки, дает 100% результат не только по снижению веса, а именно омолаживает организм минимум на 5 лет, убирает токсины и шлаки. И, наконец, за 2 недели вы получаете совершенно новую систему ЖКТ. Что касается питания, то вы можете кушать все, что захотите, но где гарантия, что клетка получает именно то, что ей надо? Вы сами можете выбрать, чем вы будете питаться. Либо это будут гамбургеры, пицца, шоколадки, либо это будут фрукты, овощи, натуральные продукты. Но что делаем мы? На основе натуральных продуктов мы предлагаем вам умное питание или смартфуд, а это значит, что в ней в 7 раз меньше жира, в 2 раза меньше углеводов, в 6 раз меньше натрия, почти в 2 раза больше калия, который способствует нормализации веса, в 3 раза больше витамина А, и, наконец, для тех, кто действительно следит за своим весом, почти в 4 раза меньше калорий. Наш организм состоит почти на 80% из воды, а это значит, что вода должна быть не только в биодоступной форме, но и максимально приближена к нашей межклеточной жидкости. Именно Коралл Майн насыщает воду нужными микро- и макроэлементами, связывает хлор, снижает поверхностное натяжение воды и смягчает воду для лучшего усвоения организма. Окислительно-восстановительный потенциал воды увеличивается до 200 милливольт, создает слабо-щелочную среду, а также улучшает структуру и информационную память воды. И вот, смотрите, в результате клеточка у нас очищена, накормлена и напоена. Она в идеальном состоянии, и ее надо в таком виде сохранить. Защита. Речь идет об антиоксидантной защите. Самый мощный антиоксидант в мире – это H500. Вообразите, что в одной капсуле содержится более 1000 стаканов свежевыжатого апельсинового сока. Такой мощный заряд насыщает кровь кислородом, укрепляет иммунную систему, предотвращает развитие хронических заболеваний и снижает риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот теперь, только добавляя движения, гимнастику и спорт, наступают стабильные результаты, а привычка заботиться о себе становится ненапряженным образом жизни. Скажите, разве это сложно? Это не сложно. И я хотела бы в конце пожелать всем нам, чтобы мы благодарили тех людей, которые нам принесли это благо, которые подарили нам эту возможность, прежде всего наших наставников. Вы знаете, мне очень повезло, потому что у меня мой наставник, он мой друг, это Лидия Богославская, которая научила меня не только пользоваться этой системой, которая научила меня нести эту систему как стиль жизни, не как работа, не как навязывание, а просто делиться радостью. И когда сегодня встает вопрос перед мамочкой или перед подружкой, кому поверить? Больному, как вот Саша говорил, врачу, который имеет вот такие, ну, внешне нездоровый вид, или здоровой молодой маме, которая не болеющие дети. Естественно, человек уже сегодня выбирает. Поэтому поблагодарите тех людей, которые вам подарили это счастье, иметь вот эту информацию, пользоваться этой информацией для себя. И лучший самый результат, он покажет вам путь, как добиться еще и финансовой свободы. Потому что ваш внешний вид, ваша энергия, ваш блеск в глазах, ваше желание это нести, оно не заставит долго ждать. Люди начнут к вам присоединяться. Сегодня люди ищут возможность, и они не хотят общаться с больными, разрушенными. Они хотят быть рядом с успешными, энергичными, красивыми. И я всем желаю, чтобы вы все такими были. Потому что молодость – это то, что можно сохранить и преумножить при вот этой системе, которую нам подарили. Спасибо большое.